Здравствуйте! Вы смотрите программу «Неделя спорта» и я, ее ведущая, Марина Вахрушева. Сегодня для вас мы подготовили очередную подборку новостей из мира студенческого и мирового спорта за прошедшую неделю. Будет много нового и интересного. Смотрите до конца и не переключайтесь. Основным спортивным событием на прошлой неделе стал товарищеский матч по баскетболу между студентами сборной Института геологии и нефтегазовых технологий и сотрудниками Казанского федерального университета. В прошлый раз волейболистами в МИТУ удалось перепрыгнуть своих преподавателей в товарищеском матче по волейболу. Но смогли ли в этот раз студенты одержать победу, смотрев репортажи Тимура Файзулина. 15 апреля в спортивном комплексе «Бустан» состоялся товарищеский матч по баскетболу между студентами Института геологии и нефтегазовых технологий. Победители соревнований по баскетболу в рамках спартакиада среди студентов и аспирантов 2016-2017 учебного года и профессорско-преподавательского состава Казанского федерального университета. Посмотреть на эту встречу собрали студенты со всего университета. Трибуны были забиты до отказа. Перед началом встречи перед зрителями выступили студенты КФУ с водным номером «Россия красиво». А также с показательным номером на площадке появилась сборная команды КФУ по эстетической гимнастике с номером «Виво» и сборная команды КФУ по фитнес-аэробике. Выступающих зрители встретили с овациями и восторженными криками. То и дело сверкали вспышки камер их телефонов, запечатлеть хотелось каждое движение. Под аплодисменты зрителей началась ожесточенная игра. Вначале сотрудники выступали команде студентов и держались в обороне. Отставив на 8 очков, они начали давить команду геологов. В первой половине игры геологи играли с фолами, благодаря чему штрафные броски преподавателей позволили им догнать их соперников. К концу первого тайма отрыв был значительным. Сотрудники опережали студентов на 6 очков. Счет был 30-24. Второй тайм был насыщен попытками команды геологов догнать сотрудников. Но попытки были тщетны. Игра закончилась со счетом 60-48. И победу одержала команда профессорского преподавательского состава КФУ. После окончания были вручены награды командам. А также были награждены игроки, названные лучшими по итогам игры. Ими стали старший преподаватель физической культуры и спорта ИФМИ Александр Никитин. Преподаватель общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта Вадим Данилов. А среди студентов-татуэток лучшего игрока встречи удостоились Андрей Курков и Максим Столяров. Обеим командам вручили сладкие подарки из рук руководства университета. И пожелали удачи в их спортивной и общественной жизни. Соревнования по фрироупу развернулись 16 апреля на территории парка имени Горького. Данный вид спорта называют своеобразной головоломкой для тела и разума, требующей от участников собранности, креативности и, конечно же, хорошего настроения. Правила просты. Преодолеть дистанцию, не коснувшись земли от старта до финиша. Кто же сумел побороть собственные слабости и дойти до конца намеченного участка, узнавала Василиса Дзюба. Несмотря на хмурую погоду, в воскресный день в парке имени Горького можно встретить спортсменов и вот такие вот сооружения. Удержаться на них очень сложно, но профессионалы и любители справляются с этим на ура. Их задача – как можно быстрее пройти дистанцию, созданную на деревьях или искусственных опорах из веревок, ни разу не коснувшись земли. Данный вид спорта называется фри-роуп, что в переводе означает «висящие сады». Он появился в России относительно недавно, но с каждым днем привлекает все больше людей с туристическими и походными навыками. Казань тоже не стала отрываться от общего тренда и 16 апреля провела городской чемпионат по фри-роупу. Первый раз об этом виде спорта узнал в 2008 году. Да, в 2008 году, получается, 9 лет уже. В 2008 году я получил звание в суде-инструктор и, в общем-то, после этого занимаюсь активно обучением новых инструкторов, проведением различных соревнований и тому подобное. Сложно пока судить, сейчас все когда пройдут, посмотрим результат. В целом, по тем участникам, которые я уже видел, есть участники с очень хорошей подготовкой физической, но не всегда это помогает стать победителем. Очень часто люди с меньшей физической подготовкой, но с более хорошей психологической подготовкой или с какими-то другими преимуществами, они выигрывают соревнования. Соревнования шли в два этапа. Первый – личное первенство, где была лишь одна дистанция без возможности выбора. Многие участники справились с ней на удивление быстро, но при этом отчаянно стремились улучшить результат со второй попытки. Очень тяжело, я устала. Я очень долго проходила. Не знаю, но скорее всего, да. Сначала, когда я залезала, я все время падала. Таким образом, среди женщин лучший результат показали Айзера Тимирова, Айселу Нутфулина 1 минута 27 секунд, что значительно быстрее, чем у большинства участников мужчин. Однако, среди них нашлись абсолютные лидеры. Это Руслан Хабиров, Лев Чекалов, Аркадий Леонтьев, занявшие первое, второе и третье место соответственно. Они прошли дистанцию чуть больше, чем за минуту. Во втором этапе участие принимали команды по 4 человека. Каждому необходимо было пройти дистанцию по какому-либо из предложенных маршрутов за 6 минут. А если участник финишировал раньше, то разрешалось пройти дистанцию еще раз. В итоге баллы начислялись за количество финишировавших участников. И некоторые команды особенно поразили своей подготовленностью. Буквально перелетая с веревки на веревку, команда «Физики» номер 1 набрала 25 баллов и вырвала победу у ближайших соперников команды «Эконом-1». Они, набрав 24 балла, заняли почетное второе место. А замкнула тройку лучших команда «Физики» номер 2, набравшая 22 балла. Всего участие приняло 18 команд. Что еще раз говорит о том, что фри-роуп способен заинтересовать активную молодежь. Василиса Дзюба, Дарьяна Храбрецова, Неделя спорта. Отправляемся вновь на простору интернета и узнаем, что же произошло нового и интересного в мировом спорте за прошедшую неделю. Обзор социальных сетей Тортура Мухина прямо сейчас. Всем привет, меня зовут Артур и это очередной выпуск рубрики «Обзор социальных сетей спортсменов». Как Дортман помогал фанатам Монако, чем недоволен Данис Зарипов и почему Леброн Джеймс уходит из твиттера. Об этом и многом другом я расскажу вам прямо сейчас. Футболист Джерар Пике удивительный человек. Его команда может проигрывать который матч подряд, зато сам защитник в твиттере спокойно обсуждает претендентов на титул в НБА. Не «Вориорс», не «Кавальерс», не «Спёртс», а «Селтикс». Вот кто чемпион, написал Пике в микроблоге. Ну, подписчики твиттера испанца со стажем уже заготовили ответки, потому что знают, какой из него прогнозист и уже давно реагирует примерно так. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. А вот лидер Кливленда Леброн Джеймс вновь уходит из твиттера. Таким образом, игрок хочет сосредоточиться на матчах плей-офф и не отвлекаться на посторонние дела. Я не уверен, связано ли это с твиттером его футбольного коллеги, но знаю точно, что в прошлом году 23-му номеру «Кавс» это помогло, и чемпионами они все-таки стали. А что, так разве можно было? Может, тогда нашей сборной вообще стоит отключить интернет? Приходим к хоккейу и начнем сегодня с КХЛ. На прошлой неделе проходили игры финальной серии Кубка Гагарина между СКА и Металлургом, но больше всего разговоров было, к сожалению, о судействе. Просто, чтобы вы понимали масштаб проблемы. На эту тему высказался даже вице-премьер страны Аркадий Дворкович. Ну а самым эмоциональным комментарием на тему засуживания стало высказывание Даницы Зарипова прямиком со скамейки штрафников. Балет устроенный! Цитата тут же разлетелась по интернету, но оригинальные других на эти слова отреагировала пресс-служба СКА. На балет билетов нет, заявили они в своем твиттере перед матчем, который в итоге принес питерцам кубок. Два капитана, Илья Ковальчук и Павел Рассук, поднимают над головами кубок Гагарина. Вы, наверное, уже успели подумать, что сегодня обойдется без НХЛ. Но не тут-то было. Эдмонтон впервые с 2006 года вышел в плей-офф, и вот какую красоту устроили болельщики команды на трибунах. Хоккейный финал на той неделе не раз вставал поперек горла футбольным фанатам, которые смотрели СКА Металлург вместо Реал Бавария. Реакция получилась соответствующая. Вот, например, лучший игрок матча в Мюнхене, по мнению Тина Канделаки за авторством диванных экспертов. Ничего вы не понимаете. Вот если бы там играл Генрих Мхитарян, с которым так хорошо заобщался генеральный директор Матч ТВ в Твиттере и Инстаграме, ни о каком хоккее не было бы и речи. Хотя, думаю, Арменину и в Манчестере хорошо. Вон, там фанаты посвящают ему целые песни, перепеваясь Тинга. Много интересного мы нашли и в соцсетях теннисистов. Невероятный уровень игры показал Николя Майо. Француз спас три мяча подряд в парной встрече, а последний достал, уже находясь на трибунах. Пуэрториканка Моника Пуик опубликовала в своем Твиттере забавное видео, на котором пыталась исполнить подачу, предварительно сделав несколько оборотов вокруг себя. Немка Анжелика Керебер на своей официальной странице в Фейсбуке поделилась в видео, где показывает свои футбольные навыки. Энди Маррей во время выставочного матча с Роджером Федерером предложил сыграть следующий розыгрыш Болл-бою. Юноша не растерялся и вышел на подачу, а Маррей под аплодисменты трибун занял его место. Но самая забавная ситуация случилась с Новаком Джоковичем, которого на матч вызвал актера Хью Джекман. Исполнитель роли Росомайки сообщил о своем желании на странице в Инстаграм, а Серб дал положительный ответ в Твиттере. «Пролетишь в Монако сыграть матч-другой. Только смотри, выпускать когти на корте нельзя», – предупредил Джокович. Ну правильно, если бы можно было, то это было бы похоже на фрукт-ниндзя в реальной жизни с таинственными мячами. Женская сборная Японии по волейболу использует для тренировок современные технологии. Робота, который блокирует не хуже первых игроков мира. Вот оно будущее. Ну а самые красивые и благородные акции в социальных сетях на прошлой неделе были связаны с Дортмундской Боруссией. Около автобуса с немецкой командой, которая ехала на матч Лиги Чемпионов, произошел взрыв, в результате чего в больнице оказался защитник Марк Бартра. Европейские клубы выразили свою поддержку после случившегося, ввлеклывав в Твиттере сообщение со специальным хэштегом «Никто не остался в стороне от этого ужасного инцидента». Сам Дортмунд не стал терять время и уже через полчаса после объявления о переносе матча под Твиттеру гулял хэштег «Bart for every fans» – кровать для фанатов и гостей. С помощью него дортмундцы и жители соседних городов приглашали к себе на ночевку приезжих из Монако. Благодаря этому очень многие болельщики гостей нашли приют у фанатов-хозяев, и это просто не может не вызывать уважения. Вот как надо использовать соцсети, особенно в таких экстремальных ситуациях. «Браво, Баруси!» – говорю я, а поддерживают меня болельщики Монако, скандировавшие на полупустом стадионе «Дортмунд, Дортмунд». Но у меня на этом на сегодня все. Не забывайте вступать в нашу группу ВКонтакте и подписываться на наши социальные сети. Вот Инстаграм нашей программы, а вот мой личный. С вами был Артур. До скорого! И на этом у нас все. Увидимся с вами на следующей неделе. Не забывайте подписываться на нас в социальных сетях. Вы смотрели программу «Неделя спорта». С вами была Марина Вахрушева. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова